Верховная Рада Верховная Рада На календаре 24 декабря. В этот день католики всего мира отмечают Рождество Христово. И я поздравляю их с этим светлым праздником. Мира и радости всем. Ну а до Нового года осталось всего 7 дней. Обратный отчет был запущен на этой неделе 21 декабря в день зимнего солнцестояния. И теперь каждый из последующих 12 дней не только приближает нас к празднику, но и подгоняет завершить дела, намеченные в уходящем 2017 году. Вероятно, так рассуждают и партнеры Украины на Западе, поскольку президенту Порошенко на этой неделе был послан совсем недвусмысленный месседж. Пора кончать, тырить деньги и растаскивать страну. Высокий суд Лондона наложил всемирный арест на активы Коломойского и еще двух украинских олигархов. И дело здесь не только в 2,5 миллиардов долларов, которые, по данным Минфина, вывел олигарх из Украины накануне национализации Приватбанка. Хотя их возврат, если он состоится, был бы для нищей страны отнюдь не лишним. Таким образом, на Западе еще раз, возможно, последний, дали понять украинскому президенту, что неприкасаемых у нас нет. И незаменимых тоже. Итоговое настроение царят и в Киеве. В частности, в четверг Верховная Рада приняла уже в окончательном варианте закон о порядке установки счетчиков на газ. Дело в том, что в предыдущей редакции документа сказано, что до 1 января 2018 года поставляющие газ компании должны обеспечить всех потребителей индивидуальными приборами учета. Но, как вы понимаете, этого не произошло. В новой редакции закона сроки установки переносятся до 2021 года. Там же говорится, что общедомовой счетчик теперь можно установить только по согласию совладельцев многоквартирного дома. При этом операторы газораспределительной сети не могут прекращать поставки газа в дом, если его совладельцы не согласились на установку общедомового счетчика. Кроме того, как объяснили нардепы, если человек сам установил индивидуальный счетчик, ему должны компенсировать расходы. Компенсация будет происходить за счет тарифа на распределение природного газа и должна осуществиться в течение 12 месяцев. Правда, закон этот пока не подписан президентом и в нем еще много неясности. Ну, к примеру, а как бы тем, кто давно установил себе индивидуальный счетчик, им вернут его стоимость или нет? И что делать, если счетчик на дом уже поставили, а жильцы не согласны снимать? Ответы на эти вопросы мы получим, думаю, уже в следующем году. Ну, а сейчас давайте обратимся к другим предновогодним событиям. В преддверии праздника на улицах Одессы образовались километровые пробки. Рынки и магазины заполонили покупателей в поисках продуктов и подарков. Ну, в общем, традиционный предновогодний ажиотаж. Ну, а на Думской площади в День Святого Николая зажглась главная елка города, дав официальный старт новогодним празднованиям. Думская площадь в этот день заполнилась людьми. Многие на праздник приходили целыми семьями. День Святого Николая – это забытая традиция, которая испокон веков была не только в Украине, у всех славянских народов. И это открытие всех новогодних праздников. Поэтому это самый светлый, самый радостный, особенно для детей, праздник. Главные герои праздника, конечно же, дети. По словам ребят, они давно ждали этот день. Я очень рада, что наконец-то зажгут елку. Все очень долго этого ждали. Мы будем уже считать дни до Нового года. Это очень, как сказать, торжественно и трогательно. Уже скоро наступит 2018 год. И все этого очень ждут. Хочется посмотреть, мы с ребятами пришли тоже. Хорошие эмоции. Елка зажглась под радостные возгласы ребятишек. Парня, лынка, в огня мы за крае. Да бог в Украине, да баба мае. Всех гостей праздника ждало вкусное угощение. Одесские кондитеры соорудили огромный пряник, который даже вошел в Книгу рекордов Украины по своим размерам. Три сотни пряничных домиков разместились на площади 18 квадратных метров. На его создание ушло более двух месяцев. Попробовать кулинарный шедевр могли все желающие. В четверг депутаты Верховной Рады приняли еще один интересный законопроект. Разрешили полиции эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Эвакуация предусмотрена в таких случаях. Если авто поставлено на проезжей части в два и более ряда. Парковка осуществлена в запрещенных правилами дорожного движения местах, остановке или стоянке. Своим расположением авто делает невозможным движение других транспортных средств, препятствует движению пешеходов или блокирует проезд по двум или более полосам движения. К запрещенной относится также парковка на железнодорожных переездах, трамвайных путях, мосту, ближе 30 метров от остановки маршрутного транспорта или соответствующего дорожного знака, в места, где будет невозможен встречный разъезд или объезд автомобиля. Закон также предусматривает штрафы за неправильную парковку, но запрещает инспекторам принимать наличные денежные средства как плату за эту парковку. Как именно будет работать этот законодательный акт и те, кто его будет исполнять, мы узнаем довольно скоро, как только на улицах Одессы вновь массово появятся эвакуаторы, как это было уже в 2007 году. Однако в любом городе, особенно в преддверии праздника и особенно зимой, очень много зависит от работы общественного транспорта и организации дорожного движения в целом. О том, какие еще сюрпризы нас ждут на дорогах города в праздничные дни и каких изменений нам ждать в следующем, в 2018 году, мы сегодня беседуем с директором Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александром Илько. Александр, вот скажите, как вы, как специалист в области дорожного хозяйства, относитесь к инициативе наших нардепов? Я понимаю, что закон об эвакуаторах, он еще не опубликован и не подписан президентом. В каком виде он будет в конечном варианте, еще знают, наверное, только наши народные депутаты. Но, тем не менее, на ваш взгляд, возвращение эвакуаторов на улицы города позволит ли разгрузить, действительно, и решить транспортные проблемы? Ну, на мой взгляд, это один из эффективных механизмов по наведению порядка на дорогах городов Украины. Могу тем более сказать, что саму идею по эвакуации, по штрафным санкциям поднимали неоднократно руководители крупных городов, ассоциаций городов, и Одесса... В том числе, я так понимаю. Да, также неоднократно готовила свои материалы, и мы активно участвовали, скажем так, в лоббировании и принятии этого закона. Конечно, с одной стороны, этот закон такой же, как должен быть, и работать так же, как и в других европейских странах. Он не является каким-то эксклюзивным, в новых технологиях там нет. Но проблема в том, что сегодня действительно без такого закона, без эффективных механизмов контроля, очень сложно организовать и правильно организовать дорожное движение. Ну, я понимаю, что количество автохамов с каждым годом увеличивается на дорогах, то на трамвайных путях, то на остановках, то где-нибудь вообще посреди дороги, что ни пройти, ни проехать. Но все-таки вот один момент, или может быть несколько моментов, при которых, на ваш взгляд, этот закон будет работать эффективно, а не будет просто способом, не знаю, пополнения бюджета. Ну, на мой взгляд, первое, это сама система штрафов, либо эвакуация, она должна быть минимально бесконтактной. Что я имею в виду? Что, как это работает вообще в других странах? Инспектор муниципальный, либо инспектор полиции, не суть, смотрит, видит транспортное средство, которое в нарушении правил дорожного движения. Стоит хозяин на нет? Стоит и хозяина на трамвальных путях. Сегодня у нас так написано, законодательство, что надо ждать хозяина, а если это не хозяин, то это уже начинается контакт, который уходит в какую-то такую процессуальную проволочку. Поэтому, на мой взгляд, он будет работать тогда, когда по умолчанию все нарушители правил дорожного движения будут привлечены автоматически. То есть эвакуировали машину, а хозяину машины прислали чек, пробили по базе, прислали... Абсолютно верно, да. Была большая дискуссия по поводу того, что нельзя начислять штрафные санкции на собственника автотранспортного средства, нужно только на того, кто управляет. Но я считаю, что, опять же, здесь нужно использовать и европейский, и мировой опыт. Никто за границей глубоко не вникает, почему Иванов дал Петрову автомобиль. По катакциям. Да, тем более, учитывая, что автомобиль – это источник повышенной опасности, я считаю, что тот, кто дал автомобиль кому-то, он должен нести любую ответственность, в том числе и такую, за действие того лица, кому он передан на право управления. Ну, я думаю, что здесь, конечно, если это то, что вы говорите, если этот момент учтен, то здесь будет коллизия, например, с теми же евробляхерами, потому что хозяева вообще неизвестно где и как. Ну, давайте так, подождем, пока действительно закон будет опубликован, и тогда обсудим, когда он начнет непосредственно работать. А теперь о том, что сегодня происходит на дорогах. В своих предыдущих интервью вы не раз говорили о том, что в городе наиболее востребованные маршруты должны, ну, не принадлежать, так неправильно сказать, на них должны работать электротранспорт, городской, коммунальный транспорт. Вот расскажите, сколько сегодня работает автобусов и троллейбусов на линии, в каком они сегодня состоянии, и главное, что изменится в 2018 году, будет ли у нас новый подвижной состав? Ну, если говорить о сухой статистике, то сегодня на маршрутах города около 900 автобусов обслуживают маршрутную сеть города. Понятно, что город принял для себя такую стратегию, я часто говорю, что это стратегия не на словах, а на делах. Почему? Потому что мы приняли решение развивать муниципальный вид транспорта. Вы знаете, что мы собираем трамваи, мы в прошлом году приобрели 10 троллейбусов, мы получим в 2018 году 47 новых троллейбусов также. Кроме того, мы участвуем в серьезных проектах с мировым банком и будем докупать еще большие трехсекционные 28-метровые трамваи. То есть сегодня вопрос не в количестве даже подвижного состава, а в том, первое, в качестве и в логистике. Сегодня мы понимаем, что во многом маршрутная сеть того же муниципального транспорта дублируется маршрутками. То есть вы пытаетесь с помощью городского транспорта, коммунального, как бы пересадить на него людей с маршруток? Мы стратегически хотим, опять же, не выдумывая сложных велосипедов, использовать тот позитивный опыт, который работает во всех городах европейских. А именно, основной вид транспорта – это электротранспорт, как минимум, потому что он экологически чистый, он более безопасный. В нашем случае он еще является муниципальным видом транспорта. И более дешевым, что немаловажно. И в том числе социальным. Почему? Потому что только по статистике 2017 года свыше 100 миллионов пассажиров было перевезено трамваями троллейбусов, свыше 100 миллионов. Я к чему это все веду? Я веду к тому, что в силу ряда причин, когда-то основным видом транспорта были маршрутки, трамваи и троллейбусы были вспомогателями, поэтому закрывались многие трамвайные маршруты, поэтому закрывались депо в силу ряда причин. И на их месте создавались нетранспортные… То есть сейчас вы хотите возрождать старые маршруты? Мы не просто хотим, мы уже возрождаем старые маршруты. И некоторое время назад я говорил о том, что если у нас все пойдет, как мы это видим, то рано или поздно у нас появится конфликт между муниципальным перевозчиком и частным перевозчиком. То есть вы будете выдавливать маршрут учеников? Я хотел бы, чтобы это выдавливание было не административно, а за счет сервиса. Я могу привести маленький пример. У нас есть конкретные примеры, где мы, допустим, на линию ставим новый троллейбус по цене 3 гривны. И, конечно, пассажир, видя новый троллейбус по цене 3 гривны, сядет в него, а не в другое транспортное средство по цене 5 гривен. О, кстати, о цене. В общем, достаточно много уже в последнее время говорят о том, что в 2018 году собираются повысить цены на перевозки маршрутных такси. Вот из первоисточника хотелось бы услышать. Таки да, будут повышать цены, до скольки? К сожалению, да. Но я неоднократно говорил, что есть два варианта. Если мы не будем повышать тариф, то мы окажемся сейчас в ситуации, когда, я могу привести маленький пример, я на аппаратном совещании информировал руководство города и средства массовой информации. Дефицит водителей уже сегодня от 10 до 35%. Вы имеете в виду водителей маршрутных такси? Да, дефицит. То есть сегодня многие предприятия испытывают недостаток в кадрах от 10 до 35%. Стоимость запчастей только за последний год поднялась до 30%. То есть есть вещи, которые мы можем и обязаны учитывать. Никаким образом не являются адвокатом перевозчиков, но если мы хотим сохранить сегодня маршрутную сеть, а не оказаться перед ситуацией, когда просто сегодня город не сможет найти 800 автобусов самостоятельно. И самое главное, когда мне часто в социальных сетях пишут, ну, конечно, делите маршрут, так я всегда приглашаю средства массовой информации на конкурс и приглашаю в том числе ваш телеканал, где можно увидеть, сколько маршрутов сегодня есть маршрутной сети, на которой даже перевозчики не выставляются. Даже не хотят участвовать в них. Скажу больше. Не доходные? Конечно. Сегодня этот бизнес немножко отличается от того бизнеса, которым был многие-многие годы назад. Именно поэтому, отвечая кратко уже, резюмируя на ваш вопрос, мы не хотим, чтобы город был заложником у коммерческих перевозчиков. Поэтому вы создаете альтернативу в виде городского муниципального транспорта. Да, но мы создаем эту альтернативу не используя административный ресурс только, а используя новые подходы и новый взгляд. А именно, вы знаете, что мы закончим магистральный путь север-юг. О, кстати, да. Вот когда мы с вами встречались еще в начале прошлого года, были планы, что эта трасса будет запущена где-то вот в конце лета, начало осени. Но я понимаю, что на сегодняшний момент пока еще до этого не дошло, трассы нет. Что касается транспортного блока, а именно организации и прокладки трамвайных путей под Пересывскими мостами, я могу смело сказать, что по вопросам возможности трамвая проехать уже под Пересывскими мостом с спуском Ринеска и дальше она уже есть. Сегодня, в общем-то, вопросы связаны больше всего по работе по улице Преображенской. Но что касается готовности коммунального предприятия ОГЭТ выпустить трамвай и сделать первый рейс между поселком Котовского и поселком Теирова, такая возможность уже есть. Мы ждем, когда закончится работа по Преображенской и будем уже открывать такой маршрут. То есть это то, что мы говорили, и это не осталось на словах, это у нас сегодня на стадии завершения. То есть можно к весне где-то следующего года ожидать, что этот маршрут заработает? Да. Скажу больше, мы планируем в дальнейшем на таком направлении использовать большие трехсекционные трамваи 26-28 метров. То есть для того, чтобы как можно большее количество пассажиров могли с поселка Котовского добраться до Таирова? И самое главное, тут не стоит задача пассажира, это не только тот, кому нужно ехать с поселка Котовского до поселка Теирова. Ну понятно, да, выйти можно где-то по дороге. Но вот создавая эту транспортную, скажем так, ось, мы планируем маршрутную сеть корректировать, исходя из того, чтобы было как можно меньше дублирующих маршрутов. Что это означает? Что муниципальный транспорт в виде трамваев, в виде троллейбусов должен быть основным видом транспорта, а маршрутки в перспективе должны быть вспомогателем. Я приведу маленький пример. Во многих же городах нам нравится, когда центр города не забит и не загазован. Сегодня центр города у нас хорошо обеспечивается и трамваями, и троллейбусами, которые идут по Пушкинской и по-другому, и по Бунино. Поэтому понятно, что нельзя это сделать за один день. Поэтому что мы сделали? Вы знаете, что мы в 17-м году, в 15 декабря прошли общественное слушание. Мы планируем в 18-м году приступить плотно и, даст Бог, завершить проект по электронному, реализовать проект по электронному билету. О, это тоже очень важный момент. Электронный билет. К весне мы уже будем презентовать работу GPS-навигации в онлайн, которая нам позволит не путем просто анализа движения, а в онлайне определить фактически... Где находится та или иная машина, получается, на троллейбусах. И мы в режиме реального времени сможем увидеть разные модели, в том числе и временные, как работает общество и транспорт. И хочу подчеркнуть, что GPS будет стоять на всем подвижном составе общественного транспорта. То есть и на маршрутках, и на троллейбусах, и на трамваях. На троллейбусах он уже стоит, и наша задача к весне, ну максимум, к лету, это подтверждено переговорами и договорами с перевозчиками, чтобы все транспортные средства были обрутны к GPS-навигации. И что, вот каким образом это облегчит, не знаю, жизнь пассажиров в результате? Рано или поздно мы придем к реализации проекта электронный билет. Во многом он... Как это будет выглядеть, если это уже перспективы следующего года? Вот как я, как пассажир, вот что я должна буду сделать? Вы должны будете просто купить билет, который будет либо временным, либо зональным, либо постоянным. То есть проездной такой своего рода? Это будет проездной, да, но только в отличие от когда-то тех самых картонных проездных, это будет электронный проездной, и чем больше вы покупаете, ну чем на больший период времени вы покупаете проездной, чем дешевле стоимость. То есть это карточка, которая рассчитана либо на одноразовую поездку, либо на месяц, там, либо на год, предположим, или на три месяца получать, которую я прикладываю к какому-то там аппарату в автобусе, предположим, да, я и рассчитываюсь. То есть, с одной стороны, это позволит учитывать количество пассажиров и количество заплаченных денег, я так понимаю, да, то есть как бы обелить этот процесс. Что еще? Это позволит нам создать, наконец-то, эффективное сводное расписание работы общественного транспорта, самое главное. Сегодня, вот, любой телезрителям со мной согласится, что сегодня мы можем посмотреть, как одной рукой водитель управляет, второй разговаривает по телефону. Ага, то есть электронный билет вы собираетесь вводить не только в электротранспорте, но и в маршрутках. Конечно, у нас первый этап, первый этап, это реализация электронного билета на муниципальном общественном транспорте, и второй этап, это установка таких же валидаторов, счетных устройств и реализации системы на маршрутках, конечно. Что-то мне подсказывает, что хозяева маршруток будут очень против, потому как это, деньги же, счет, учет получится. Ну, во-первых, никто не говорил, что будет легко. Во-вторых, если мы действительно говорим о том, что город готов к изменениям, то такие изменения надо делать. Если сегодня, вот, часто в средствах массовой информации я говорил, что рано, когда мы стали делать стратегию, я говорил, что рано или поздно будет конфликт между коммунальным перевозчиком и частным перевозчиком, если мы будем развивать муниципальный транспорт. Я могу смело сказать, что мы будем развивать муниципальный транспорт. Само решение, в том числе поддержанное и руководством города, и депутатами, о том, что мы должны в 18-м году еще приобрести электроавтобусы, это просто видит о том, что мы хотим развивать муниципальный транспорт. Официально 15 декабря в Украине начал работу новый Верховный суд, председателя которого считают ставленницей Запада. Порошенко так и не удалось протащить на эту должность своего человека. Одновременно прекратили функционирование высший административный суд, высший хозяйственный суд и высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел. По логике, это должно было завершить судебную реформу в Украине. Но 21 декабря Старый Верховный суд так и не смог самоликвидироваться. И кто сегодня правит правосудие в стране, кому идти с иском, так и не ясно. Разъяснить, что ждет на сфере правосудия в новом году, мы попросили экспертов-адвокатов Андрея Степаненко и Николая Стоянова. Итак, господа, давайте попробуем все-таки разобраться, что сегодня происходит в судебной системе Украины после всех реформ. Потому что теоретически нам говорят о том, что судебная реформа завершилась. То есть я понимаю, какие сюрпризы нас ожидают в следующем 2018 году, и куда бежать обычному украинцу, если ему нужно подать из суд, если у него какая-то неразрешимая проблема. Если говорить о новой судебной системе, то, что больше всего запомнится нашим телезрителям в ближайшее время, это реализация фактической адвокатской монополии. То есть уже в судебных делах предстоять интересы будут в основном только адвокаты. Только адвокаты, а не просто люди с юридическим образованием? Совершенно верно. Или раньше, по-моему, даже без юридического образования? Раньше мог кто угодно, теперь только адвокаты в подавляющем большинстве дел, ну, либо сами стороны физически, то есть если на человека подали в суд, он персонально может прийти и таким образом себя защищать. Это один момент. Второй момент реформы – это переход, образно выражаясь, в 21 век, это введение электронного суда, то есть введение информационно-телекоммуникационной системы, которая предусматривает хранение дел в электронной форме, активное применение видеоконференций. Ну, то, что мы сейчас наблюдаем, например, по делу Януковича в Киеве, где используется конференция по скайпу. Да, и гораздо шире, то есть даже рассылка повесток и судебных актов, решений, тоже все в электронной форме. По идее, это должно снизить расходы на содержание судебной системы, хотя это пока под вопросом, и упростить сами процедуры коммуникации, когда дело физически в виде бумаги не перевозится из суда в суд, а люди получают пароли для доступа к своему делу и работают с делом. Кабинет на страничке суда, предположим, и там ты дальше видишь все, что происходит с твоим делом. Хорошо, а судебные заседания тоже постепенно будут становиться виртуальными? Да, эта реформа довольно много изменений сделала в части применения видеоконференций, в том числе и публичности дел. То есть очень упростила видеозапись, согласие суда не требуется на то, чтобы записывать, кроме дел, которые слушаются... То есть я могу ввести онлайн-трансляцию, например, с заседания суда? Онлайн только с согласия сторон, либо если все стороны используют видеоконференц-связь. То есть в этом случае обязательным является онлайн-трансляция. Паритет такой сторон. Да, и кроме, естественно, случаев закрытых слушаний, там, где решаются вопросы банковской тайны, тайны следствия, тайны усыновления, ну вот такие вещи, которые всегда приняты... То есть, которые на широкую публику не выносятся, это понятно. Вот скажите мне, пожалуйста, вот все эти нововведения, на ваш взгляд, они упростят для обычного гражданина такого, не слишком богатого, не слишком понимающего в юридических тонкостях, упростят вообще возможность подачи в суд, решения каких-то судебных дел или наоборот усложнят? Сильно усложнят. Сильно усложнят? Да, сильно усложнят, поскольку новый процессуальный кодекс очень формализован. Ныне действующий, уже не действующий кодекс, почивший 15 декабря, по которому мы работали более 10 лет, он предусматривал очень много возможностей для амортизации ошибок. То есть, если человек совершал какие-то ошибки, например, не вовремя подавал доказательства или не вовремя подавал какую-то заяву, ходатайство, то у суда были возможности на это закрывать глаза и принимать таким образом документы, позволяя человеку ошибаться. Новый кодекс сильно формализовал такие вещи, то есть, например, ходатайство об устребовании доказательств может быть подано только в определенный момент. С прошествием этого момента его уже нельзя подавать. То есть, через 2 часа уже поздно. Поэтому тут и нужны адвокаты, очень грамотные люди. Но хорошо, ладно, когда мы говорим, предположим, о каких-то гражданских процессах. Николай, если говорить об уголовных делах, вот здесь, по-моему, все вот эти нюансы, они очень важны. Они важны и как для одной стороны, и для обвинения, и для ответчиков. Вот здесь, что внесла в уголовный кодекс, скажем так, судебная реформа? Ну, действительно, если в целом оценить те изменения, которые были внесены в действующее законодательство, уже действующее, собственно говоря, законодательство Украины, то нужно отметить, прежде всего, тот факт, что у нас действует с 2012 года уголовно-процессуальный кодекс, и в него, вот этой продолжающейся нашей, продолжающейся судебной реформой внесены были лишь отдельные изменения. То есть, это не так, как с гражданским административным и хозяйственным процессом принятие нового кодифицированного акта, безусловно, в новой редакции, скажем так. Для уголовного процесса, для уголовного судопроизводства это изменения в основном коснулись стадии досудебного расследования. Да-да-да, я читала. Ну, во-первых, должна быть производиться видеофиксация в обязательном порядке всех обысков или всех действий. Опять-таки, все в цифру, все в цифровой технологии. Что еще? Вот очень важный момент был, по-моему, обсуждаемый по срокам, по срокам вот этого самого досудебного следствия. Что здесь? Да, здесь действительно внесены достаточно серьезные изменения и в отношении порядка продления таких сроков, и в отношении установления, собственно говоря, самих сроков производства досудебного расследования. И если ранее до подобных изменений, кстати, изменения в уголовно-процессуальный кодекс вступают достаточно, если так можно выразиться, поэтапно в силу. И первые изменения вступили в силу уже в начале декабря, и это было, собственно говоря, связано с принятием закона, направленного на улучшение бизнес-климата и защиты предпринимателей, предпринимательской деятельности в Украине. Это отдельный нормативный акт, не в рамках общего, глобального, вот этого огромнейшего, самого большого за всю историю независимости Украины по объему нормативного акта, который вносил изменения и в гражданский процессуальный, кодекс административного судопроизводства и хозяйственный процессуальный. И что, улучшили климат, бизнес-климат благодаря этому? Ну, ряд изменений, конечно же, безусловно, позитивным образом повлияют на работу хозяйствующих субъектов, хотя сразу же... Ну, какие? Можно к примеру? Безусловно, давайте остановимся хотя бы на некоторых деталях. На сегодняшний момент уже действующая редакция уголовно-процессуального закона предусматривает обязательную видео и фиксацию аудиосредствами проведения обысков абсолютно всех. Ну, то есть, типа, изъять лишних пару тысяч там втихаря из сейфа не получится, я так понимаю, да? Да, при этом с привлечением собственных понятых, да? Как это очень часто, собственно говоря, делается, да что там греха таить, такая практика действительно является достаточно распространенной со стороны правоохранительных органов. Хотя в этой части изменение уголовно-процессуальный кодекс не претерпел, и понятые наряду с видеозаписью в обязательном порядке привлекаются для проведения этого следственного разысного действия. Видеозапись – это такая вещь, знаете, смотря что снимать, под каким углом, в каком качестве. Тут же от операторов все зависит. Да, действительно, безусловно. Кстати, действительно в юридической среде, скажем так, муссируется этот вопрос достаточно серьезно, потому что это влечет за собой такие изменения, фактически выработку новой методологии, скажем так, и тактики проведения этого следственного действия. Вот, вот, тут очень-очень много вопросов. Почему? Хорошо. Что еще? Вот в плане, если мы говорим об обысках, в плане изъятия, например, то есть раньше изымали, приходили, я не знаю, все, от компьютера до рубашки, а сейчас? Да, на сегодняшний момент введены следующие гарантии. Первый момент заключается в том, что следственный судья, тогда, когда дает разрешение на производство обыска, указывает, какие конкретно предметы и документы требуются для изъятия по итогам проведения обыска. То есть лишнюю брошечку золотую, приглянувшуюся, не получится? Безусловно. Если лицо, в помещении которого проводится обыск, предоставляет такие вещи или документы, то, по идее, это ставит, скажем так, жирную точку на самом процессуальном этом действии. Но, конечно же, в реале так было достаточно нечасто. Почему? Потому что действительно в результате проведения обыска могут быть изъяты какие-то вещи, изъяты из гражданского оборота, то есть, например, оружие, которое хранится без соответствующих разрешительных документов и так далее. Что также дополнительной положительной гарантией выступает? Это возможность беспрепятственно пользоваться техническими средствами самим обыскиваемым, то есть, скажем так, лицом в помещении которого проводится соответствующая процессуальная действия. То есть, у меня проводится обыска, я сижу в сетях социальных, и тут же рассказываю, что у меня происходит. Ну, здесь, кстати, следователь может вас действительно ограничить в этом. В общении, перемещении, это его законное право. Ну, то есть, у меня не будет изымать компьютеры и всю остальную технику? Этот момент также прописан, и это плод долгих трудов, скажем так, со стороны правозащитных организаций, лиц пострадавших в результате такого незаконного, на мой взгляд, изъятия. Ну, хотя ранее нормами уголовно-процессуального законодательства такие полномочия предоставлялись органам следствия. На сегодняшний момент с вступлением этих изменений в силу, изъятие как мобильных телефонов, так и компьютеров запрещено. Должно осуществляться копирование той информации, которая на них содержится, и только в тех случаях, когда это связано с необходимостью преодоления, например, каких-то паролей. То есть, если я намеренно не хочу или, предположим, не могу открыть, тогда его забираю. Или, если это необходимо, для проведения экспертного исследования с использованием самого технического средства. Андрей, а что будет с системой апелляции? Потому что я понимаю, что пока эта система заработает, то есть, в общем, и по уголовным, и по гражданским делам, в общем, масса все равно претензий там будет. И к досудебному расследованию, и к решениям суда, что самое главное. Сегодня Верховного суда в работающем варианте, по-моему, нет. То есть, вот один закончил, второй еще не начал. Вот какова будет? Что-то тут изменилось? Изменилось многое. Вот в качестве прикладного примера я могу сказать, что сейчас апелляционный суд и некоторые местные суды наше заседание откладывают на март и апрель месяц. Ого! Да. То есть, им тоже нужно, и тоже люди, им тоже нужно эти кодексы изучить, понять, забыть старое, выстроить новые модели в голове, какие-то механизмы работы и тому подобное. Новые цены сложить. Новые цены сложить, да. Вот. И поэтому сейчас возникает какая ситуация, что вопрос документооборота в суде очень серьезно встанет. Новые кодексы предусматривают, например, при подаче бумажных документов в суд, обязательно их сканирование и перевод в электронную форму. А вот наша компания, например, иногда подает отчеты специалисты, имеющие толщину страниц на 300. Ого! Вот. То есть, вот это судебному какому-то клерку нужно будет сидеть и вот страничка за страничкой сканировать эти все вещи. Хотя вообще, в целом, когда кого-то идеально, как задумывалась система, пересмотр решения будет более удобен, поскольку делает физически не будет мигрировать из суда в суд. То есть, просто перебросили файл, собственно, и получили? Перебросили, передали доступ на этот файл, как в порядке обжалования, апелляционный суд получает доступ к папке с этим делом. Вопрос разограничения полномочий, доступа и прочего, это технические вопросы. Наверняка у судей верхних инстанций будет возможность посмотреть чужие дела, если нужно. Это, кстати, отдельный момент для коррупции и телефонного права, так сказать. Но, тем не менее, с точки зрения документооборота, он, по идее, должен упроститься в будущем. А сейчас, когда каждую страничку нужно будет сканировать, я думаю, он сильно-сильно усложнится. И, собственно говоря, я так понимаю, что вопросы апелляции могут растянуться во времени. А скажите мне, то есть, досудебное следствие ограничили по срокам? То есть, там, получается, следствие жестко, там в течение года, по-моему, они расследовали все, да? То есть, как-то, а вот как с апелляцией? В отношении сроков последствий, буквально два слова, да? Если ранее сроки досудебного расследования были полностью привязаны к моменту появления такой фигуры, как подозреваемого, то есть, уведомления лица о подозрении, а до этого момента фактически были ограничены сроками в целом привлечения лица к уголовной ответственности, которая составляет фактически по фактовым делам 15 лет. То на сегодняшний момент, действительно, с внесением соответствующих изменений в законодательство, срок проведения досудебного расследования до уведомления лица о подозрении не может составлять более 6 месяцев. И в установленном порядке с продлением следственным судьей может быть продлен до одного года. То есть, это такой... То есть, наша полиция придется сложной, надо резко повышать уровень квалификации, чтобы быстро разбираться. Огромный желал дел, конечно. Единственная, сразу же пометка, такая небольшая ремарка в этом отношении, что это положение будет распространяться, как раз то, о чем я говорил, о поэтапности введения соответствующих изменений в законодательство. Это положение будет распространяться только на те уголовные производства, то есть дела, которые зарегистрированы будут после 15 марта 2018 года. То есть, все, что было совершено раньше, все иски, все, что было, ну, в смысле, все дела, которые были до этого, они будут рассматриваться в прежнем порядке. А хорошо, а что касается, действительно, апелляции, здесь как-то ограничили, или это касается только уголовного права, уголовных дел? То есть, или оно вечно может рассматриваться? Вот сроки, сроки, тут этим новым кодексом изменены. Сроки на обжалование решения первой инстанции с 10 дней увеличены до 30 дней, решения второй инстанции также изменены, однако, мы когда говорим о сроках, мы часто говорим о злоупотреблении, да, потому что, ну, что такое срок? Это инструмент для реализации своих каких-то... Пропустили срок подачи, да. Да, своих каких-то интересов. И вот, собственно, новый гражданско-процессуальный кодекс шел под лейтмотивом борьба с процессуальными злоупотреблениями. Я даже ради интереса проверил, поискал в старом кодексе слово злоупотребление, зловживание, встречается один раз, в новом 15 раз. То есть, законодатель очень активно борется со злоупотреблением правом, введены штрафы за злоупотребление правом, введены критерии какие-то, очень размытые, кстати, для оценки злоупотребления. Например, подача заведомо необоснованного иска считается злоупотреблением правом. Следовательно, если бабушка рукой написала иск, как она себе видит ситуацию, суд может ей этот иск вернуть без рассмотрения, еще и оштрафовать. Ух ты! Да. То есть, желание у бабушки общаться с судами отобьют сразу? С другой стороны, работа любого юриста – это всегда схватка интеллект против закона. То есть, чем выше квалификация юриста, тем более элегантно он обходит какие-то законодательные ограничения. Здесь больше возможностей для маневра? А я сейчас на этот вопрос не отвечу. Я привык учить наших телезрителей плохому, когда уже есть наработанные методологии. А их здесь нет. Эти кодексы вступили в законную силу 7 дней назад, 15 декабря. И пока еще как именно они будут работать, непонятно. И как они будут работать, как эффективно или неэффективно тот или иной механизм, каким образом можно злоупотреблять. Ну, вот быстро если говорить, например, у нас все будет завязано информационно-телекоммуникационную систему. Если системный администратор суда случайно вынимает кабель, нет доступа к серверу хранения дела судебного. То есть, суд не может рассматривать дело в назначенную дату и время, потому что элементарно не имеет физического и электронного доступа. Или, если, предположим, отключили электричество в этом здании. И, собственно говоря, все парализовали. То есть, даже минировать у электрика. Это потрясающе вообще. Они считают себя хранителями истории, гордятся тем, что помогают другим открывать ее тайны, восстанавливать историческую справедливость, искать свои корни, изучать жизнь предков и культуру родного края. Их профессия кажется простой и не очень творческой, что на самом деле совершенно не соответствует действительности. Да и не профессия это, а призвание, говорят архивисты. Ведь работают в архиве люди разных специальностей, которые попадают в коллектив хранителей истории по-разному. Но уж если остается в нем, то на долгие годы. Ко дню архивиста Украины о буднях, планах и достижениях Государственного архива Одесской области, одного из лучших в Украине и хорошо известного за ее пределами. Моя подруга меня сюда позвала, будем так говорить. Освободилось место реставратора. И я начинала с реставратора. У меня будет в следующем году 30 лет, как я работаю в архиве. Пришла я в архив на должность реставратора, то есть реставрировала дела. У каждого своя история прихода в профессию архивиста. Это было в 1987 году. Я тогда еще не знала, что из себя представляет архив. Мне почему-то хотелось об этом узнать. И я пришла устроиться на работу. Меня взяли на работу хранителем фондов. И это было 30 лет назад. И вот с тех времен я и работаю по сей день. Много лет назад архив подобным образом заворожил и нынешнего руководителя учреждения Лилию Григорьевну Белоусову, которая также начинала свою карьеру архивиста с должности простого сотрудника. И я помню тот первый фонд, который мне дали для знакомства, потому что у нас приходят люди разных профессий, и они стают архивистами. И вот мне доручили такую важную вещь – каталогизация фонда Новороссийского университета. И я помню тот трепет, с которым я доторгнулася до этих вещей, хотя у нас была архивная практика на историческом факультете, я уже знала, что такое архив. Но, вы знаете, я всегда его считала таким храмом науки, чем-то таким таемным, таким неприступным. И тут я мала такую нагоду, ну, щодня бачите уникальні, бесцинні документы. И это для историка, надзвичайно, велика радость, потому что мы можем просто мандрувать в будь-який период, в будь-якие годы, в будь-якие події. И мне одразу подобалась, сподобалась работа в архиве. И я была дуже вдячна, що сам це видела, я потрапила. Каждый сотрудник архива, в каком бы отделе он не работал, находит своё особое место, своё направление, говорят архивисты со стажем. Больше всего мне нравится работать по научно-издательской деятельности, организации проведения конференций, выставок. Это моя любимая работа. Вот, например, сейчас я занимаюсь подготовкой выставки архивных документов к Дню архивиста, к столетию образования архивных учреждений в Украине. Пополняются отделы учреждения и молодыми специалистами, перспективными сотрудниками, сделавшими осознанный выбор работы именно в архиве. Я закончила исторический факультет Одесского национального университета. И во время моего обучения в аспирантуре я поступила на работу в архив. Мы не можем похвалиться умовами зберегания и даже умовами працы. Они у нас, конечно, не комфортны, скажем так. Но мы можем похвалиться тем, чего, может, нема и в зарубежных архивах. Это коллектив. Коллектив, конечно, працевитый. Коллектив креативный, коллектив науковый. Дуже много достиганий у нас. Люди, которые пришли нещодавно в архивы, они уже достигли значных успехов. Они выезжают за кордоном, они знакомятся с международным опытом, они привносят что-то новое в свою работу, они працют с энтузиазмом, они инициативные. И это, знаете, надзвичайно ценно. Незважаючи на наши, может, невеличкие зарплати, но тут и что-то набагато более ценно. Это таимничество архива. Это возможность, знаете, дотрикнуться до исторического надбания, до которого, конечно, человек не имеет такого широкого доступа. А мы можем это делать щодня. Сохранить знания о прошлом, о том, как и чем жили наши предки, сегодня стараются не только архивисты, но и ученые-этнографы. О том, как встречали Рождество и Новый год в Одессе сто лет назад и ранее, я попросила рассказать доктора исторических наук, этнографа Александра Пригарина. Итак, Александр, давайте попробуем все-таки разобраться, как праздновали наши предки вот все вот эти новогодние праздники. Потому что, я понимаю, что в Одессе они начинались наверняка заранее, с хануки. Многонациональная Одесса гуляла много и долго. Вот как это было? Вот сейчас, насколько я понимаю, сейчас есть какие-то, ну, сложившиеся совершенно установленные традиции. Все знают, что должна быть елка, феверки, Дед Мороз, оливье, ну, вот что-то такое традиционное. Но откуда это пошло и было ли оно всегда, мы, например, не знаем. Вот расскажите, как этнограф, откуда это взялось? Сегодняшнее празднование, вот такое насыщенное празднование, которое начинается с конца декабря, а может быть, для некоторых и середины декабря, и заканчивается 31 января, да, Афанасия. А 13-м обычно. Да, то есть, ну, еще совсем недавно, и для некоторых культур до Афанасия идут эти все, так сказать, новогодние рождественские гуляния. Раньше умели гулять, умели работать. И, конечно, в сегодняшней всей этой ситуации разобраться, что откуда пошло, бывает достаточно сложно. Да, потому что не все так однозначно, так сказать, и очень все заштамповано, так сказать, да. То есть, ну, начнем с салата оливье, который у нас французы, зачем-то... Да, который мы, как в прошлом году, мы с вами уже под елочку выяснили, что они тоже не совсем то оливье, которое мы сейчас едим. Или, точнее, совсем не то. Совсем не то. Или там даже вот апельсины связывают с дефицитом советской эпохи, да, так сказать, которые хранились за окном, и вот только на Новый год доставались, так сказать. Конечно, это все было, но на самом деле апельсин пришел к нам с Ближнего Востока, как символ солнышка, да, так сказать. То есть, допустим, на Кавказе... Под Новый год? Под Новый год, конечно, потому что изначально, если брать самую раннюю, такую, то, что нам известно, это солярный праздник. То есть, праздник, посвященный солнышку, да, так сказать. Он совпадал обычно с 22 декабря, 21-22 декабря. То есть, зимнее солнце стояло, да? Только в силу разных причин он постепенно сместился. Какая-то часть этих праздничных действий сместилась вообще аж на февраль месяц, известная нам под Масленицей. Ну, так уже, так сказать, со временем такая трансформация произошла. Какая-то часть ушла, наоборот, вперед, и мы видим, так сказать, вот в ноябре целый ряд праздниц, так сказать, такого вот предновогоднего цикла, который до сих пор. Вот, поэтому вот самое важное, это вот заклятие того, чтобы солнышко дальше жило, то есть, ну, оживление солнышка. То есть, положив апельсина на новогодний стол, мы, по сути, заклинаем солнце. Конечно, то есть, мы его пытаемся ему помочь, так сказать, все, ну, древние магические какие-то вещи, представления связаны именно с тем, чтобы помочь солнышку заново родиться. Ну, у древних славян, например, это не случайно, это наличие каравая, да, так сказать, это тоже известный солярный символ, который, опять-таки, направлен именно на это, так сказать. Вот, те же блины, в конечном счете, это тоже кругленькое, тоже, так сказать, желтенькое. Но у нас блины все-таки с более поздним, с Масленицей ассоциируются. У нас, да, а еще совсем недавно они тоже входили вот в новогодний стол. А вот елка, я же понимаю, что она появилась, ну, как нас учили в свое время по истории при Петре Первом, который ввел эту традицию, а на самом деле? Ну, дело в том, что вот понятие, там, так сказать, рождественской ели или, там, новогоднего дерева, так сказать, оно присутствовало явно и раньше, да, так сказать. То есть, конечно же, государство в лице, в данном случае, Петра искренне думает, что оно что-то ввело, так сказать, и что-то получилось. То есть, так сказать, у всех практически славян, по крайней мере, у славян, есть два крупных праздника, связанные с деревом, да, это летнее солнцестояние связано у нас с троицей до сих пор. Да, то есть, ветви деревьев, там травы, все-таки. Да, так сказать, ну, раньше это было целое дерево, сегодня это уже, так сказать, какие-то там деформации этих растений. И то же самое было и с 22 декабря, то есть, обязательно украшалось, вокруг него водили хороводы, опять солнечный такой момент. То есть, это древо желаний было, по сути, можно сказать, так? Ну, это вообще, согласно специалистам, это древо жизни, так называемое, да, так сказать. То есть, это такой концепт, архетип, говоря профессиональным языком, как устроен мир, да, так сказать. Корни, это наша вчера. То есть, это какая-то философская такая подоплёка. Ну, да, такая народная философия, конечно, до, так сказать, серьезных каких-то вещей. От наших корней, от дедов. От корней к вершине, то есть, соответственно, к завтрашнему дню. Если вернуться к сегодняшним дням, как вот эти все верования, как они трансформировались во встречу Нового года в Одессе? Вот, ну, не в частности, мы Одессу берем просто как давность, я понимаю, что здесь, при том, что здесь было очень много националий. Ну, вообще, если говорить об едином таком тренде, как сейчас можно говорить, о тенденции, да, то последние там два столетия, то, что мы наблюдаем, это все достаточно просто. От ритуала, то есть, от обряда, где, ну, как бы, какая-то часть понимала, какая-то часть верила в то, что совершаются некие ритуальные действия, да, так сказать. То есть, вот, как правило, они направлены на заклятие благополучия, собственно, дому, всем членам семьи, да, так сказать, по-разному. Мы тут видим разные действительно варианты. То есть, например, там греки готовят Васил Питу, да, такой калачик, как правильно, ну, не знаю даже, как правильно это перевести, в который закладывают, так сказать, для каждого члена семьи определенную судьбу, да, так сказать, гадание. То есть, туда записки кладут, да? Да, да, ну, там, раньше это были определенные символы, там, монетки, почка с двумя, там, лепестками, там, и так далее. Китайцы делают печенье с пожеланиями. То есть, это абсолютно аналог, ну, у нас у болгар тоже есть эта косметча, называется, да, судьба, так сказать. Вот оно делится на количество членов семьи, соответственно, каждый получает, кем ему быть, да, так сказать, вот… То есть, такая мистическая сущность, в общем-то, с желаниями, с загадыванием желаний, она остается до сих пор. Мистические или, там, магические какие-то гадательные практики, которые есть. То же самое касается мистического пожелания Нового года, да, так сказать, новой судьбы, нового благополучия. То есть, это гости, это подарки, это те вот обмены визитами. То есть, традиция ходить в гости, это давняя традиция, получается? Ну, когда-то это был ритуал, да, так сказать. Ну, вот у нас, как качество какой-то формы, сохранилось вот там на уровне щедривок, так сказать, да, колядок. Вот этот ритуал, да, который когда-то был и который разделялся всеми, как бы, ну, в каждой культуре он, естественно, был свой, он постепенно переходит на упрощение, на эстетически, наверное, развлекательные какие-то вещи. А учитывая, что 20 век, это век массовой культуры, и большинство символов и атрибутов, которые имели совершенно четкий ритуальный смысл, просто со временем получают простое коммерческое развлекательное направление. Ну, как те же апельсины или тот же Дед Мороз. Вот, кстати, если говорить о Дед Морозе, он вообще был, как давно существует этот персонаж вот в этой самой массовой культуре? Ну, лет сто назад, наверное, был все-таки. Он и был, и не был одновременно. Конечно же, как и все персонажи, опять-таки он подвержен вот этой трансформации, о которой говорим. То есть, когда-то это был достаточно злой, не очень лицеприятный, ну, демонический персонаж, который, в общем-то, охранял территорию поселка, да, так сказать, чтобы зимой не ходили в лес, так сказать, не совершали. То есть, это такой своего рода злой цепной дух такой, что ли? Ну, не цепной, но какой-то дикий такой дух, так сказать, везде. Практически любая местность охранялась каким-либо из духов, так сказать. Видимо, вот этот вот Морозка, Мороз, Деда Мраз там и так далее. Это такой персонаж, который как бы вот дух природы, да, такой достаточно злой, наказывающий за нарушение границ, за несоответствующие действия. Ну, вот вспомним даже Морозка или вспомним там 12 месяцев уже литературный персонаж. Ну, 12 месяцев, ну, да, такой, в общем-то, строгий, но справедливый. А как он трансформировался в доброго Дедушку Мороза, который приносит Деде подарки? Ну, поскольку, так сказать, любые персонажи рано или поздно попадают в детскую среду, в детский фольклор, и детский фольклор всегда действует по принципу, ну, скажем, с одной стороны, консервации этих древних демонов, да, то есть в детском фольклоре содержится столько персонажей про наше политеистическое прошлое, да, древнее. Русалки, бабаи там всякие. Ну, и та же Баба-Яга, и Змей Горыныч и так далее. То есть Иванушка-дурачок, кстати. Так вот, это все персонажи, которые когда-то были действительно, ну, отражают вот пантеон. Какими-то мифическими духами все-таки. Да, то есть большая часть из них обладала вот какими-то такими мистическими свойствами, назовем это так. А дети имеют свойство упрощать. И для них вот функция вот злости, наказания, кары, да, она ушла как бы на второй план, а вот тут появляется, так сказать, персонаж уже особенно подхваченный в условиях коммерции, особенно подхваченный массовой культурой. Что появляется? Появляется он же подарочки разносит, да, так сказать. То есть... С мешком, подарков. То есть, да, то есть он сливается где-то в конце 19-го, начале 20-го века, у всех народов он как-то вот начинает упрощаться, становится более домашним, да, то есть он там из супряжки с оленями вдруг проникает через камин в дом. Ну, это Санта-Клаус, да. Это Санта-Клаус, но тоже самое трансформация происходит и с Дедом Морозом. То есть это ситуации очень похожие. А Снегурочка, девушка, которая с ним ходит, внученька, красавица, она откуда взялась? Тоже дух какой-то митический. Это одна из разновидностей русалок, мавк, таких, так сказать. Это вообще, это тоже не очень лицеприятное существо поначалу, так сказать. Это девушка, умершая неправильной смертью. То есть это, так сказать, персонаж, который ушел в лес, не послушался старших, и там ее Дед Мороз, в общем, и заморозил. То есть два мертвых духа, которые преобразовались совершенно в двух каких-то сказочных героев. Мы поступили по принципу детей, нам тоже. Это хочется верить в что-то доброе и хорошее, поэтому мы забыли о том, что когда-то они кого-то наказывали и вообще, в общем-то, следили за справедливостью мира, да, так сказать. Мы взяли его функцию, их функцию, вернее. И по-разному, конечно, сложилась у них судьба, так сказать. Снегурочка появилась немножко, имеется в виду, в сегодняшней массовой культуре, несколько позже, чем Дед Мороз. А, то есть сначала он приходил один, все-таки? Да, он сначала, это был и Санта-Клаус, и Дед Мороз, это был персонаж, так сказать, одиночка. А что он делал? Вот, скажем так, если говорить, там, вот 150 лет назад, когда праздновали Новый год, какова функция была этого самого Деда Мороза? Ну, 150 лет назад он присутствовал латентно в этом празднике, он не был там актором, да, как сейчас говорят, субъектом этого праздника, то есть он, он скорее охранял территорию за поселком, не важно, какой-то поселок, селоческий или городской. Хорошо, 100 лет назад. Ну, 100 лет назад он уже порой появлялся на елочке, так сказать, на тех утренниках, которые... А, то есть в Одессе утренники, новогодние, это было, в общем-то, абсолютно традиционно. Конечно, да, ну, особенно, ну, как традиционно. А где их, где их, в общем-то, где делали? Я понимаю, новогодние балы были, но это для... Ну, аристократия, мы говорим об аристократии, конечно же, так сказать, и о среднем классе, которая умела так уже отдыхать, так сказать, по-городскому, и они, конечно, устраивали это в одном из домов, понятно, что аристократии с этим проблем не было. Средний класс мог, так сказать, выбирать, так сказать, кого-то попросторнее, да, в жилище. И устраивали такие вот детские балы, да, так сказать, они не были. Ну, поскольку они устраивались утром, отсюда и название утренник. И утренник, это никак не связано с Советским Союзом, так сказать. Это гораздо раньше появилось такое понятие утренник, на которых собирались, так сказать, и, ну, хозяин достаточно часто наряжался, то есть это какой-то был карнавализированный такой вариант, и вот он дарил подарки. В какой из моментов этот хозяин слился с Дедом Морозом, так сказать, это уже сложно, это документально вряд ли мы сможем проследить, но уже в начале 20 века, видимо, уже порой он выступал вот в двух ипостасях, и хозяин, и Дед Мороз, так сказать. Вот, ну, иногда ему уже помогала хозяйка, да, ну, соответственно. То есть в роли снегурочки уже потом, да. Уже появляется какая-то такая снегурочка. Существовала даже такой обычай, который привел в восторгу целый ряд иностранных, так сказать, наших жителей, ну, имеется в виду там французов, итальянцев. То есть русская аристократия, там, украинская аристократия, паульская аристократия, они на Рождество раздавали остатки трапезы неимущим. Ну, а мы в завершение давайте познакомимся с современными традициями встречи Дня Святого Николая, которые успешно внедряются в одной из одесских школ. Во вторник утром учеников 9-й гимназии встречали не учителя и вахтеры, а сразу два святых Николая. Те, кто пришел на уроки вовремя, они угощали конфетами и мандаринами. В этот день любимая гимназия встречала школьников с задорными песнями. Утренний концерт стал приятным сюрпризом для учеников. По словам ребят, такого начала Дня Святого Николая они не ожидали. Весьма неожиданно, все красиво украшено. Наша школа всегда очень изобретательная в этом плане. И, конечно, это очень приятно каждому ребенку, я думаю, получать такие подарки. Вся информация о готовящемся сюрпризе держалась в строжайшей тайне. О ней знали лишь те ребята, которые были задействованы в организации концерта. Все это содержали в тайне и как бы мы помогали тут украшать это помещение. Это наша выставка от нашего класса и от нашей параллели. Это очень приятно, дарить людям радость. Ну а в роли Святого Николая радость ученикам, их родителям и преподавателям дарили директор гимназии Сергей Копыч и Николай Танцюра, сын депутата Дмитрия Танцюры, верного и давнего друга этого учебного заведения. Это очень приятно прийти с утра, поднять все настроения, поздравить окружающих. Впервые в этой роли? Да, я дебютировал сегодня, но думаю, что я буду продолжать эту традицию каждый год вместе с папой. Будем всех поздравлять. Очень хочется дарить тепло не только от себя, от всей своей семьи. Но по сегодняшний день, действительно традиционный день Святого Николая. И в такой день хочется делать чудеса. И тогда мне очень хочется, чтобы эти детки поверили в эти чудеса. И только с такой верой эти чудеса у них сбудутся. Посмотрите на их глаза, посмотрите на их эмоции, посмотрите на их взгляды, когда они заходили в школу. По-моему, акция удалась. Подарки ждут и тех, кто активно работает на авторитет и лидерство своего учебного заведения. Ведь в гимназии традиционно подводят не только итоги учебного года, но и года календарного. Гимназия гордится нашими достижениями учеников на внешнем независимом тестировании. Еще не проведены городские и областные олимпиады, но уже можно сегодня констатировать, что наши дети, как всегда, лидируют, конечно же, и в развитии материально-технической базы. Это и при поддержке наших родителей. И вот буквально к Новому году мы получили новый ноутбук, должны получить интерактивную доску, благодаря которой можно будет улучшить учебный процесс. Совместными усилиями продолжают вспоминать успехи уходящего года Дмитрий Танцюра. Для учебных заведений, которые курирует депутат, удалось сделать немало. В этом году 84-я школа получила новый стадион. 84-я школа получила новые фасады, получила новые потолки во всей школе. 9-я гимназия получила новые фасады. И в этом году бюджетно мы обязательно постараемся сделать стадион и в 9-й гимназии. Это говорит о том, что мы все время вместе. Это говорит о том, что мы неразделимы. Это говорит о том, что тот труд, который у нас совместный, дает свои плоды. Сегодня у школьников уже начались зимние каникулы. Их ожидают почти 20 дней отдыха, веселые елки, долгожданные подарки. Но главное – Новый год, до которого осталась всего одна неделя. В последний раз в уходящем 2017 году мы с вами встретимся в следующее воскресенье, 31 декабря. Ну, а на сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. Удачи всем нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова